Он нанес ножевые ранения в шею. Все время был в перчатках. Искать перчатки следы в рук не имело смысла. Девушка открыла дверь, он накинулся на нее, связал, покидал деньги. Когда заходит в комнату, он ставит себя на место преступника. Если Степанович выезжает, мы уверены, что преступление раскрывается. Мужчина на служебной автомашине выехал, встретил с аэропорта своего начальника. И подсадил себе в машину, голосовавшего неизвестного ему мужчину. Сел он сзади, с правой стороны. Проехал какое-то малое расстояние, он нанес ножевые ранения в шею. После этого вытолкал водителя на проезжую часть, сел за руль и скрылся в неизвестном направлении. Перед обедом нам поступило сообщение, что данная автомашина совершила дорожное транспортное происшествие в Алматинской области на трассе Алматы-Курдай. В это время уже начинался дождь. Ну, тучи подходили прям сильные, прям грозовые. Нам было известно, что машина побывала сильным ДТП, то есть уже восстановление не подлежит. Когда произошла нестандартная ситуация с преступником, он не смог избавиться от вещественных доказательств, от улик. Нужно было эту машину осмотреть до дождя. Поэтому мы на большой скорости туда и понеслись. Когда подъехали, по стандарту мы должны сначала зафиксировать это все. Своя методика у криминалиста, порядок действий. Я в данный момент от этой методики отошел и сразу начал обрабатывать следы, пока дождь нам не помешал. Следов было очень мало. Мы изъяли кровь, ДНК, запаховые следы, отпечатки следов рук. Все в совокупности потом указало на этого человека. Спустя месяц мы его задержали. У сотрудников полиции, у многих, кто раскрывает, говорят, есть чуйка. Я вот считаю, что у него есть чуйка. Он представляет, например, когда заходит в комнату, он ставит себя на место преступника, не пропускает никакие мелкие детали, что с автомашины, что с квартиры, по любым преступлениям. Это его большой плюс, это его видение. Если Степанович выезжает, мы уверены, что преступление раскрывается. Разбой, нападение на квартиру было. Девушка открыла дверь, накинулся на нее, связал, похитил деньги. Все время был в перчатках. Искать отпечатки следов рук не имело смысла. Ну, стали ходить там вокруг этого дома. Там трава примятая, значит, он ходил вокруг. Вот, чтобы не привлекать внимание, наверное, отпечатки не одевал. Стали ходить по его местам, осматривать. Нашли отпечатки пальцев рук. И вот так было преступление раскрыто. Он прошел очень большой путь, начиная с простого криминалиста. Сейчас главным криминалистом департамента города Алматы является. От лейтенанта до подпоконника. Институт закончил. Я занимался фотографированием. Говорит, ты бы криминалистом не хотел бы стать. Ну, я говорю, в принципе, можно попробовать. Я в свой кабинет пришел. У меня даже нормального стула не было. Пришлось даже с дома принести стул, чтобы сидеть. И то, что спустя 20 с лишним лет сейчас у нас находится в арсенале, это просто небо и земля. У нас сильно большой уже баллистический комплекс. Информационная дактилоскопическая система «Папилон», где загоняют все отпечатки пальцев, дактокарты. Хранится на сегодняшний момент более миллиона дактилокарт и более 300 тысяч следов рук. Я хорошо помню свой первый день как сотрудника. На двойное убийство попался. Первый раз, конечно, сильное удивление, что такое может происходить. Не хотел, чтобы другие видели, что я в этом плане слаб, там оборочное состояние, там всякие трупы были, и вонючие, и гнилые, и сильные запахи, и кровь. Мне уже много лет спустя только сказал, я говорю, привык уже, сынок. А он говорит, нет, мам, ко всему уже привык. Но не могу привыкнуть, когда откатываю пальчики детей. Детские смерти, я это еще никак не могу, я все это сопереживаю. Поэтому я вижу, что он много берет в себя. И не правда, что какие-то специальности, какая-то работа портят человека или возвышают. Нет, то, что заложено, в нем должно оставаться в человечестве. Бывают сутки, должен приехать утром. Приезжаю уже вечером, почти двое суток находимся на работе. С работы приезжаю, а то сплюсь, да, когда свободное время есть. Вот стараюсь, что-нибудь, беру железки, сварку, сварочный аппарат. Что-нибудь придумываю, что-нибудь варю, режу, гну. Получаются какие-то такие вот фигурки различные. Ну вот, собираю старинные вещи, в основном советские. Может, если старинные, еще лучше. Хобби у меня, вот эти старинные вещи. Вот музей сделал, в саду построил двухэтажный, потом места, казалось, мало, подстроил еще, и опять мало. Ну, он отдыхает там душой, и нервы, конечно, свои успокаивает. Ну, вот этот дед тоже. Любую вещь детскую найдешь, посмотришь, улыбаешься. А у меня этих улыбок здесь полный. Как у дурака, как замахорки говорят. Ну, где-то покупаю, где-то меняюсь, где-то кто-то дарит. Одни из них, вот, например, романтик, мечта советского юноши. Носили ее на плече, как всегда. В рабочем состоянии абсолютно практически. От брата достался. Предлагали многие продать, но не продал. Тоже за 150 тысяч предлагали. Не отдал. Немножко жалею, что раньше не занимался. Столько предметов ушло. Фотографировать он любит. Природу. Когда мы выезжаем куда-то, он фотографирует у нас на фоне природы и горы наши. Он любит на рыбалку ездить. Спокойствие какое-то. Умиротворение, наверное, какую-то разгрузку от его вот такой тяжелой работы. С нами живет матушка вместе, супруга и двое детей, сын и дочь. Ну, я очень рад, что у меня такой крепкий тыл со всех сторон. У меня все они поддерживают. Где-то делятся откровенностью, где-то советами дают. Тут стараюсь делать сюрпризы. Одно в летнее время, когда в теплое время. Здесь устраивать вечеринки, так сказать, мини-вечеринки диска 80-х. Повешиваю экран, стали, я проектор, светомузыку, спецэффекты по всему саду. Шашлык, сам салаты делаем. Ну, с сыном у нас футбол, одна тема в основном. Футбол, вот мопед взяли, мопед, ковыряемся. То, что-то он найдет там, поломается. Он что-то там пойдет, я помогу ему. Дочка тоже, она мне все по вопросам уроков бегает, географии, истории. Папа, подскажи, подскажи. Втайне от мамы старается где-то там. Он помогает. Он любит свою работу. Я поддерживаю его в этом. Горжусь им, что он у меня такой молодец. Он приезжает, рассказывает, что он там сто с чем-то там отпечатков пальцев изъял, там все. Естественно, он болеет за свою работу. Ему хочется, чтобы наказали этого преступника, который совершил вот такое зверство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова